Друзья, привет! И сегодня две, так сказать, легенды будут состязаться. Это Прадик против Дискавери. Ну, Дискавери еще первого, первого там самого поколения, а Прадик у нас 150-й, да? Но посмотрим, кто будет из них круче. Оба на полных блокировках, 4 на 4. Погнали! Итак, Дискавери, это у нас что? Это, естественно, МСТ-х новая CFXWS на прямых мостах. Полный сток, колеса сток, колеса 110, по-моему, миллиметров составляют в диаметре, то есть не супер какие-то огроменные. Пытаемся медленно карабкаться, смотрим на ходы подвески, смотрим, оцениваем, какая тачка из них будет круче. Смотрите-ка, с легкостью проезжает, переезжает даже по ракушкам, камней, берет песок водяной, так сказать, наполненный водой и даже без пробуксовки заехал. Не замерил я резину у Прадика, блин, миллиметров 100, наверное, максимум 105 миллиметров. Смотрите, что у нас с ходами подвески, вывешивается уже заднее колесо, Прадик явно ниже, явно менее подготовлен для бездорожья. Полный сток, так сказать, с завода, но на гряземестной резине. Итак, смотрите, даже проваливается заднее колесо туда, чертит бампером, но проезжает, смотрите, без каких-либо проблем. Резина гряземестная, зацепистая, сыпанул передним бампером, свес передний ниже явно, но благодаря этой резине тоже без пробуксовки заезжает. Дискавери у нас сегодня первый. Я думаю, он будет везде первый, потому что у него везде больше шансов проехать, вы посмотрите, что творит. Больше шансов проехать за счет того, что клиренс-то поболее, колеса поболее, передний свес не такой огроменный, как у прадика нашего. Ну, давай посмотрим, сможете здесь заехать. Честно говоря, препятствие сейчас очень жестокое будет, но не знаю. Потому что песок, песок плюс он еще с водой, рыхленький такой стал сразу. И если только с разгоном, может быть, заберется. Но маловероятно. Садимся на брюхо, понятно. Оба на двух баночных липоаккумуляторах, 2С. Сейчас, 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 сейчас. И прыжок. Вы видали, что творит, а? Здесь прилично, очень высоко. Посмотрим, что скажет Прадик. Мотор уже шумит, ого-го, как. Прадик повидал многое. Еще осенью состязался с другими ведрами. Там и Нива была, и кто там, Land Cruiser 80, да, был. Кстати говоря, как раз в Discovery можно сравнить и 80-й крузачок. Будет как раз битва двух поколений, так сказать. Ну, вы посмотрите, передний свес, конечно, явно не подготовлен. Прям просто пластиковый бампер и все, который упирается и никуда не собирает заезжать. Вот, видите, беда, беда приехала. Я говорил ему, из салона тачка, ну, не может ехать ни на какое бездорожье. Не, говорит, поехали, поехали. Ну, и куда поехали? Никуда не поехали, никуда не уехали. В итоге просто полный ноль. И из минусов, естественно, то, что он без сэнтраков. Сейчас подложить бы пару сэнтраков под колеса. Может быть, мы бы заскочили на это препятствие. Но, к сожалению, пока мы вот так только роемся и все. Давай, не снеси бампер до конца. Противотуманки и так еле держатся на своих местах уже. О, ничего себе, что творится. Все благодаря чему? Ну, вы поняли. Только благодаря гряземестной резине, которая роет. Ого-го! Друзья, оценивайте тачки. Какая из них вам больше нравится? Оранжевый дискач или все-таки черный брутальный прадик? Так, вы хотели больше жести? Давайте. О-о-о-о! Слушайте, я думал все-таки скошенный передний бампер заскочит здесь. Но нет, ничего себе! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Чуть не засели. Давай попробуем вот так вот. О-о-о! Ну же! И, походу, мы засели. Да, передние колеса врылись уже, задние висят. Бесполезно. Ну да ладно. Итак, вы хотели больше жести, говорите, да? Сейчас будет жестокое испытание для обоих. Тут уже без разницы, какой у тебя клиренс, какие у тебя колеса, на что ты способен, прямые мосты, порталы или нет, или... О-о-о! Опасный момент, я хочу сказать. Газкуб! Хо-хо-хо-хо! Вот это залетел. Именно поэтому, друзья мои, кузова на моих машинах, особенно ПВХшные, долго не живут в идеальном состоянии. Что творит он сегодня, этот зверюга? Снесет или нет? А, шноркерен цепляет по ходу, точно. Блин, вот это жесть! Все! Все, разнес все полностью в клочья. Это повезло на самом деле Прадиху, потому что ему будет немного попроще ехать здесь. Но дальше, дальше, дальше хуже. Вы смотрите-ка, что за ветка огроменная, это дерево целое для него какое-то. И как он так засел-то на нем? Я не понял. Причем ни туда, ни сюда не цепляется, не выезжается, как говорится. Зарылся полностью уже там сзади. Да, брызг... Да, брызг... О, выехали. Так, ладно, давайте попробуем по этому камню проехать. Может быть, получится, может нет. Сносит, сносит, сносит переднюю ось. Вот. Смотрите, смотрите, что творит. Резина мягенькая, я замечу, у Мстехи здесь прям мне понравилась. То есть, еще интересного вида поролоновые вставки. Вот, порталов нету, мы сносим деревяху и сносим вот этот камень. Интересного вида поролоновые вставки, и тем самым резина становится такая мягенькая. Висим, висим на брюхе, и все цепанули это прямыми мостами. Пришлось помочь немного. Чувствую, сейчас придется помогать много. Нет, соскочили. Вот опять, смотрите, отсутствие порталов. Вот так, видели, да? Сейчас бы на CFXW проехал бы без проблем, или на том же TRX4, или на Аксе третьего поколения. Ну что, проехал, но кое-как. Так, я знаю, что он здесь не проедет, но мы будем пытаться на всех машинах. Давай! Ну, как бы ожидаемо, ожидаемо, да. Ну что, он, по-моему, готов вплюхнуться, так сказать. Давайте сразу, наверное, сгазанем. Я не знаю, сейчас зеркала поотлетают в разные стороны. Давай! Ого-го-го! Вот это было мощно! Как нам теперь завернуть и не перевернуться на крышу? Давай-давай-давай, боком проедем, попробуем. Нифига не получается, мне кажется, мы сейчас только задним ходом здесь. Вот, неплохо. Руль в эту сторону, цепляется передним бампером, проскользнуть не может, к сожалению. А, уперся в какой-то камень. Давай-давай-давай, прадик, не подводи! Был бы бампер какой-нибудь скошенный, нормальный, может быть, были бы шансы. Колеса бы поболее, а то, смотри-ка, зарылся уже полностью там и все. Ну как же так-то ты слился, а? Чуть-чуть помог. Песок, давай, потому что здесь буквально микрон, чтобы он вылез оттуда. Висит на заднем бампере теперь, но я думаю, мы снесем этот песок и полностью проедем. Но зарылся максимально, смотрите, уже. Причем уперся там камень, так что, наверное, мы не сможем. Пришлось помочь, пришлось помочь, без этого, к сожалению, никак. Так, давай, прыганем, прыганем, говорю, вот, отлично. Засел на заднюю ось, вообще не может. Что за ведро сегодня, а? Но здесь, я думаю, придется гнать, чтобы снести все камни и все деревяшки. Да, уж из разгона-то не получается, а? Ну же, давай, 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 давай. Пошпарил. Фух, кое-как. Ну вообще с трудом, честно говоря. Так, дальше испытание у нас сложное. Нет, не это. Здесь все просто на самом деле. Просто проезжаем небольшую лужицу. Ни о чем. А теперь нужно забраться по, так сказать, каньону. Ну, для них это огромный каньон с булыжниками. Не знаю, что ты скажешь мне. Заберешься или нет. Ну, смотрите-ка, уверенно едет. Ничего себе, я думал. А, нет, все как я думал, все правильно. Итак, осталось вот здесь чуть-чуть и забраться влево бы. Получится или нет у тебя это? Давай. Попробуем максимально плавненько. Я хочу сказать, что мы как бы тут в гору заезжаем, честно говоря. Обалдеть! Что Discovery сегодня творит невероятно. Ну и как вы понимаете, у Прадика, конечно, будет меньше шансов все это дело сотворить. Но он не будет сдаваться раньше времени. Ведь у него супер-экстра-мега-классная гряземестная резина. Поехали. Так, кстати говоря, я не сказал, на какой шасси-то. Шасси Хабау. Да, мало знаменитая абсолютно, но, как вы поняли, едет неплохо. И пока по качеству она меня не подводила. Ездит, гряземесит, выполняет все функции, которые от нее требуются. Давай. Смотрите-ка, он тоже преодолел, в принципе-то. И если сейчас ты медленно затянешь, как это сделала МСТ в лице Discovery, то будет супер. Вывесили заднее колесо уже. Но не хочет, не хочет. Смотрите-ка, цепанул, наверное, вот здесь передним бампером. И все, начинает взрываться. Ну, Прадик, а? Ну, явно сливное ведро сегодня. Бампер уже передний, просто треснутый со всех сторон. Давай. Сейчас мы газанем. Придется рулем немного покрутить в разные стороны. Да что ж такое-то, а? Вообще ни в какую. Ну же. Я, честно говоря, уже сам напрягаюсь. Как напрягается водитель, я не знаю. Ну же, ну же, ну же. Практически вылетели, но переднее левое колесо никак не может затянуть. О, усили на брюхо уже. Это проблема. Блин, вот так поперек, я думаю, мы вообще не заедем никогда. Ну, может, к вечеру, когда здесь еще подрастопится поболее. Ну же, хабао. Зачем я тебя перехвалил минуту назад, я не знаю. Да, но если поставить сюда резину поболее, в диаметре смысле, тогда, может быть, будут шансы. Вообще, слушайте, ну вообще никак, а? Ну что ж такое-то? Смотрите, сейчас ради интереса кое-что сделаю. Ставим Discovery туда же и посмотрим. О-о-о! А ты думал, да? Вот так вот. Ну, видали, да? Ну, все, вот видно сразу преимущество, что едет здесь проще везде. Ну и пока полностью снег у нас не исчез, давайте все-таки посмотрим их здесь на заснеженном препятствии. Ну что, я думаю, с разгона надо. По-другому никак, только так. Опять опускаю МСТ-ху, естественно, потому что Прадик перероет так, что МСТ-х просто проедет везде, где угодно. Не то чтобы МСТ-х, а речь сейчас о Discovery, естественно. Так, давай посмотрим, что ты скажешь здесь. А, что-то слишком легко как-то все. Как-то очень легко и просто. Даже завязывать-то и негде, а? С легкостью, с легкостью едет. Нам главное по той же траектории потом проехать на Прадике. Вот так вот. Снег, видите, что ночью подмерзает, корка есть. То есть сейчас не проваливается полностью, только верхняя часть чуть-чуть где-то проваливается, и все. В общем-то, слишком просто и легко после гряземеса. Итак, давай. О, вот так. О, нормально, кстати говоря. Я думал, сейчас повиснет так, что ни вперед, ни назад потом не проехать. Неплохо, неплохо, отлично. Но сейчас у него больше шансов, на самом деле, где-то сесть на брюхо, где не сел на брюхо Discovery. Discovery, но маловероятно. А выворот? Ну, выворот, понятно, у моего стойки будет круче. Они заядлые, дрифтеры те еще, поэтому у них проблем с выворотом нет. Видите, что творится? Мы поехали по той же траектории абсолютно и сели на брюхо. Вот вам и ведро, давай. Блин, как заехать-то, а? Хо-хо-хоу! Конкретно, конкретно пришлось помочь. Да, иначе бы просто не проехал, завяз бы там и ждал трактор. Но времени столько у нас нету, к сожалению. Ну, кое-как проехал. Ну что, друзья, я думаю, вы все видели, что в этом состязании Pradix сливается. Сливается, наверное, все-таки из-за размера колес. Ну, слишком маловато для такого бездорожья. Хоть и хорош протектор. Мстеха в лице Discovery здесь едет куда круче. Колеса поболее. Хоть и прямые мосты, ну, они у обоих, но это не было каким-то сейчас минусом в состязаниях. То есть преодолевал все, где надо, да? В общем-то, друзья мои, сравнительные тесты. Смотрите мои другие. Делайте правильный выбор автомобилей. Ссылки все внизу найдете. Пока!